Сегодня в районном Доме культуры состоялась творческая встреча «Осеннее признание» с поэтом, прозаиком, членом Союза писателей России и просто нашим земляком Николаем Вторушиным. Вижу в зале знакомые лица и улыбки забытых подруг. Может быть это мне только снится или что-то нахлынуло вдруг. На счету поэта более восьми изданных редакциями книг, три десятка песен и огромное количество юмористических рассказов. Меня покорили его стихи. Простые, доступные. Вы знаете, пропускаешь каждое стихотворение через себя и вот просто живешь тем, о чем он пишет. Ну и нельзя оставить в стороне его юмористические рассказы. Они, конечно, своеобразные. В нем он пишет о простом народе, каким и сам является. Он фактически народный поэт, народный писатель. Почему? Потому что и сами его рассказы о тех простых людях, которые жили в его время, в то время, когда он сам жил в селе Шалимово, деревня, которая находилась под Тугалово. По словам Николая, писать начал в зрелом возрасте. Но стихи жили в нем всегда и зрели на протяжении всей жизни. Детских лет, вот с такого возраста я страдал красотой. Другие ребятишки, посмотришь, им это как-то до лампочки все было. Да, то, что вот там весна, там все, ну, играть и все. А у меня такое томление было сладостное. В прозаических произведениях писателя прослеживается чаще всего тема земляков Ханты-Мансийского и Увадского районов, где сюжеты и герои реальны. В лирических – тема осени, где каждое стихотворение пронизывается грустью и тоской по малой родине. Кстати, последняя написанная им книга так и называется – «Осеннее признание». Его произведения пронизаны теплом и светом народного юмора. Они просты и доступны каждому. Именно поэтому после его выступления прозвучал шквал аплодисментов. Ощущение какой-то чистоты и любви. Это полностью заполнило весь вечер, мне кажется. Любовь к родине, любовь к женщине, любовь вообще к жизни. И это очень даже как-то додействовало. Поэтому я желаю всем почитать его стихи и ощутить вот это вот чувство прекрасного. Николай Вторушин ответил на все интересующие любители его творчества вопросы. Встреча закончилась финальной песней в исполнении поэта и всех присутствующих.